здравствуйте и позвольте разжечь сегодня мы подводим итоги уходящего апреля 2013 года и как всегда о политических итогах этого месяца мы беседуем с известным политологом андреем пьянковским здравствуйте андрей андрей 25 апреля владимир владимирович наше национальное все обратилась с прямой линии к народу и пообщалась какие ощущения у вас остались после такого пяти часового общения вы знаете мы же видели в последнее время разного путина помните в декабре 2011 раздраженно кричащие что-то контрацептивах отстоим москву в ужняках слезы стекавшие по напудренным щечкам в день выборов ну и наконец по моему одно из самых тяжелых интервью во время обсуждения закона подлецов в декабре просто такого он был десяткам журналистов с одним и тем же вопросом 25 все было иначе я бы вы знаете вы помните гениальный фильм линера феншталь триумф воли о триумфе триумфе нацизма в германии вот я бы озаглавил озаглавил фильм общение с народом 25 апреля триумф чекистской воли он был торжествующий вы видите даже выражение лица вот каждый вопрос он еще только начинал звучать он встречал вот такой знаете глумливые чекистской усмешкой вот из советского анекдота советских ребят здравствуйте здрасте товарищ маршал товарищ венедиктов т.к. кудрин товарищ чубайс далее по списку и вы знаете он имел для этого основания он одержал в последнее время две очень крупных победы вот в том проекте который он осуществляет с кооперативом озера из сообществом кгб фсб по ограблению россии ему он прежде всего заинтересован в двух деловых партнерах двух контрагентах это системный либерал во власти заполняющий экономический блок информационные структуры без которых он бы не мог манипулировать страной и внешний партнер прежде всего соединенные штаты отношения складывались по-разному но как раз вот 25 25 ноября он одержал две исторических победы 25 апреля 25 апреля извините вот давайте по пунктам соединенные штаты когда был теракт 9 19 до до 100 19 вот я внимательно изучал американскую медиа последнюю неделю вот доминирующий дискурс даже не в либеральных самых консервативных ультра республиканских вошингом таймс волстрит жону fox news вот нам совершенно необходимо сотрудничать с россией сотрудничать с путиным вот вы приняли какой-то акт магнитского вот это отравляет наши отношения а нам крайне необходима помощь россии помощь путина в борьбе с борьбе с терроризмом ну он способствует а своим звонком классический прием 2001 года звонок с выражением соболезнования потом предложение помощи наиболее а вот я должен вам сказать мы было говорили на этом несколько раз что все так называемая комьюнити вашингтонской специалистов по россии она в значительной степени ангажирована кремлем так мягкой формы знаете валдайский форума в нет валдайский клуб ярославский форум встреча с президентами и так далее вот то самый выдающийся представитель даже вот запомнился мне дмитрий сайпсону на нем вообще печати негде ставить медицинского вы знаете ведь списка магнитского содержится целый ряд офицеров фсб которые нам могли дать очень полезную информацию относительно босс террористов то есть америка обама вская намерика поставлена на колени то есть теперь доминирующим будет только путин нужен нам без путина нам не обойтись и иначе нас будут взорвать но может потом еще коснемся эта тема конкретной как россия помогала или могла помогать и кому она помогала связи с бостонским терактом а второе успех совершенно очевидно что достигнуто долгосрочное стратегическое соглашение с сеслибами отношения это складывались сложно и а мы мы об их механизмах говорили потому что они очень важны для понимания русской системы власти вот еще скажем прошлой осенью у сеслибов был такой проект уговорить владимир владимировича он назначает кудрина или прохорова премьер-министром и потом потихонечку так через год можешь полтора и передает власть и так осторожно уходит вот на этом собственно строилась программа людей которые пришли в координационный совет с манифестом мы должны влиять на власть выдвигать конструктивное предложение и ни в коем случае не критиковать владимир 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 владимирович отверг это предложение и отношения обострились но вот последнее время собственно кровью все подписались со стороны сеслибов это доклад комитета гражданских инициатив марафонцев как сказал кудри мы даже не ставили мы марафонцы в общем доклад поразительные по своей откровенности он написан о системных либералов системными либералами шаги да мы не любим путина но без путина нам будет хуже мы не удержим власть без путина в общем либералы системные либералы боятся социума общества народа называйте как это как угодно больше чем путина но которого они собственно никому неизвестного майора кгб они подобрали для того чтобы он стал быть был стал их охранником охранял их привилегии и состояние и вот это соглашение достигнуто в области целый ряд либеральных публицистов стала говорить снова о двадцать четвертом годе и немцов об этом разразился какой-то довольно странной такой статьей и орешкин об этом писал ну и самая самая откровенная конечно признание кудрина а марафонцев в общем в они остаются им отдаются определенные экономические позиции назначение на бибулиной вот ясно что что-то получит кудрин но уже не как вось либералов готовых перехватить через полугодика власть а как верный назначенец владимир владимир великолепно с ним играл из кудриным и чубайсом и с венедиктовым кудрин был просто счастлив когда барин треплет за ухо дворового мальчишку это знак особой близости и внимание конечно мальчишки это очень очень нравится вот в такой такой манере он общался с системным либералом и надо отметить это возмутило вот человека который все эти месяцы являлся моим чуть ли не основным идеологическим противником в кредитационном совете это сергей пархоменко и он написал очень честное очень благородное письмо чубайсу просто с негодованием по поводу такого поведения не путина для путина органично а их сгибающих в угодливом поклоне перед путина терпящим любые изменения и унижения и издевательства это очень достойный поступок и я тоже немедленно его откомментировал в своем блоке на эхо москвы в общем на фоне ухудшающегося безнадежно стратегического положения россии в экономической сфере геополитической и демографической вот в свои властные позиции над тем что остается от россии путин укрепил двумя победами в очень важно для его до удержания власти сферах это полного подчинения на его условиях своего партнера по тандему власти системных либералов и своего внешнеполитического партнера американскую администрацию можно ли ждать отставки правительства в ближайшее время нет нельзя потому что несмотря на тему если вы знаете я понимаю откуда возник вопрос если скажем кудрин и чубайса он ну в глазах того же пархоменко унизительно но все-таки трепал там по щечке как-то за загривок то а правительстве он просто размазывал значит топтал ногами и размазывал и даже по моему ни разу не назвал фамилию медведев но только на таком сопоставление что вот я-то главнокомандующим стал совсем недавно я сразу навел порядок вооруженных силах а кто там было до меня главнокомандующий я не знаю то есть размазанное правительство и унижение превращение в ничто и даже больше чем меньше чем ничто это происходит но вот этот торжественно ритуальные акты его же надо сохранять для для момента возникновения какой-то серьезные реальные социальные проблемы и социального недовольства но вот если тенденции падения производства они будут продолжаться ну где-то осенью ножом в тяжелом вами вот он ответственный вот медведев ответственным за то что в улюпинске не выдают зарплату то есть пока что по экзюперии крыса у нас одна ее нужно беречь пока что так теперь по поводу бостонского теракта имеет ли какое-то отношение россия к тому что произошло в бостоне ну россия прекрасно вписать если россия говорит правящую россию кремль пути конечно она великолепно вписалась в продолжение этого теракта боевого последствия она вписалась внушив американцам очень такими точечными информационными ударами абсолютно зомбировав тем что только с путиным они могут защищаться от терроризма но теперь давайте посмотрим внимательно на чем собственно эта теория построена мы вас предупреждали вы нам не верили и так москва в 2011 году это уже собственно мы сами об этом с гордостью сказали поделилась информация с фбр о том что тамерлан и его мама они исповедуют исламистские взгляды каким-то образом связано но информация была самая общая и в ней не было никакой не то что доказательные а конкретно содержательной базы поэтому она до фрб фб фб посмотрю посмотрела эту информацию но никаких последствий для царнаевых это это не имела конечно надо упрекать сейчас и фбр что они там недостаточно богу разглядели тогда но хорошо но почему никто не задает но сейчас немножечко впервые там через неделю начали задавать в америке у нас пока еще никто за не задала по хорошо нам нашим славным органам известно что тамерлан царнаев террорист может не то есть связанные с террористом за и опасные опасные субъект в январе 2019 года он прибывает в россию причем так сначала нас подавался в дагестане в чечне но уже не через турецкую азербайджанскую границу полз в чечню и в дагестан он прилетел в роду на в аэропорт шереметьево прилетел в аэропорт шереметьево там либо по киргизскому паспорту с которым но естественно человека который мы предупреждали соединенные штаты в одиннадцатом году наверняка в двенадцатом году находился во всех базах данных в той же миграционной службы с ними нет тем не менее он спокойно приезжает спокойно путешествует по стране доезжает до своего дома в дагестане проводит там некоторое время возвращается обратно никто его не беспокоит из того же шереметьев уезжает обратно мы сейчас упрекаем американцев почему они допросили почему вы не арестовали почему бы не предотвратили а что мы гораздо больше осведомленные о исламистских контактах царнаева почему это мы не сделали в течение восьми месяцев кстати такая интересная деталь вот в первый день прозвучала официальная информация мвд российского что дагестанского отделения что его вообще не было на территории россии весом к вечеру это невозможно было утверждать что там уже приехали папаши особенно очень активные мамаши обвинявшие американцы да они 11 сентября сами устроили детей моих убили и кровь там жертв это все нарисовано намазано она очень долго рассказывал как я не ангелы как он ремонтировал дом в течение трех месяцев а то есть отрицать его пребывания не уже было невозможно и родители расскажешь он был там три месяца у них где бы остальное время не неизвестно сегодня появилась свежая информация конечно как и на болотной площади и на война сахова не обошлось без грузинских спецслужб наверное то же самое гиви то гамадзе и все это вообще удивительная информация вот она самая свежая сегодня увидел то что грузинские спецслужбы организовали какой-то кавказский фонд на территории россии северного кавказа и вот мышка шкале значит сорнаев посещал семинары этого фону так позвольте значит наше фсб знает что-то сорнаев исламист она знает что как она полагает что грузины организовали какой-то исламистские пору террористический фонд и царнаев почему это все никого не волнует никто на это не реагирует что вообще происходит то есть если есть вопросы к американскому фбр относится только гораздо более серьезные вопросы о пребывании царнаева его мамаши о которой тоже предупреждали американцев как человеке связанным с радикальными кругами почему это не подвигло наши органы никакие действия теперь давайте вернемся к делу 6 мая она продолжает раскручиваться там же 65 томов и сегодня прошла информация что алексей гаскаров задержан в рамках расследования по этому делу ну а в то же время в кирове мы там были продолжается так называемое судилище но сейчас она пока что взяли перерыв 15 мая так понимаю будет продолжение всего этого дела алексея навального будут посадки будет ужесточение а вот это третья составляющая чекистского триумфа воли владимира путина и вся эта тройка она связана с друг другом первое значит полностью подчинены системные либералы подчинен запад комплексу необходимости сотрудничать терроризмом и а после этого выполнив эти два предварительных условий а путин считаешь он может безнаказанно открыть эру показательных процессов это и навальный и процесс по шестому маю это back in 1907 это открытые показательные процессы это похищение на чужой территории как бы раз уважаем это пытки которым они подвергали того же разряжаю разряжаются же подвиг когда его после двух дней пыток привели привезли в здание суда чтобы формализовать арест закричал он успел сказать что меня меня то что то что не сумел сказать ни один из за обвиняемых на процессах 37 года правда было одно исключение по моему крестинский на первом процессе 38 года сказал что мы пытали но на следующий день его привезли он уже был спокоен и все рассказывал как надо разважаем совершил подвиг поэтому бесчестно в чем его либо упрекать как иногда делают некоторые ваши ваши коллеги вы можете мне возразить что это с одним разважаемого мая нет это не массовая какая разница если мы по это проглотим значит этом это делает нас выражаем это делать со всеми это можно делать с вами со мной с кем угодно это уже не такой какой-то мидо и вот вопрос венедиктова стал он каждый был в такой очень мягко каратной форме с рулем но мы понимаем ограничение алексей алексеевич и хорошо что он сформулировал этот вопрос но другой аудитории он был бы продолжен дополнительным вопросом о том то что происходит с возражаемым и многими другими мы вступаем в новую эру новую политическую эру эру значит с американцами вот так мы вам нужны для борьбы с терроризмом и борьбы с арнаевом с которым мы здесь восемь месяцев неизвестно что делали к чему его готовили системного выбирала без вас вас без меня вас выкинет народ а со мной вы будете продолжать там иметь и госбанк и и многое другое бежать со мной марафон до 2014 года а вот с этими мы будем просто разбираться по полной программе к вашему вопросу о посадках ну что касается 6 дела 6 мая тут рассуждать ничего мне кажется что тональность его высказывание путина о навальном подсказывает мне что он получит реальный срок андрей андреевич тем не менее вот приближается годовщина 6 мая 6 мая 2013 года и какая-то непонятная история началась что экспертный совет оппозиции призвал выйти также 5 мая зачем это дробление как вы вообще относитесь к этим двум датам которые вот рядом стоят меня очень огорчает вот тот конфликт который возник между коррекционным советом и экспертным он основан в общем на серии недоразумений из все началось с того что коррекционный совет принял решение 6 мая проводить только митинг это около месяца назад было многие гражданские активисты считали что нельзя отказываться такой динамичной энергичной формы протеста как шествия тем более не помню об успехе последнего шествия 13 января поэтому было предложено провести пятого мая шествия но сердце пятого не шестого нельзя назначать второе мероприятие в один день с красоты но не как противопоставление митингу который имеет громаднейшее значение на нем будет впервые насколько я понял обнародованы результаты работы общественной комиссии а как некий такой разогрев к этому митингу на своем последнем заседании 20 апреля мне кажется вот под влиянием этих настроений может быть выступление наталья чернышёвой на этом совете горячей стороне с шествия к с неожиданно изменил свое решение и решил проводить шестого и шествия и митинг что вполне было удовлетворило корреляционный экспертный совет потому что вопрос был не о противопоставлении дата спор был не о датах спор был о формате необходимости шесть но на сегодняшний день получилось следующее что мэрия на сегодняшний день митинг разрешил корреляционный совет а шествия нет шестого правда они продолжают переговоры а шествие экспертному совету в пятницу разрешено немедленно как только корреляционный совет принял решение о шествии экспертный совет заявил что если им разрешат шествий естественно мы снимаем и я говорю потому что я член экспертного совета и в принципе я сочувствую этой инициативе и хотя бы вот просто сказать что обвинять таких людей как чернышева шелков ошнаков очень известных активистов протестного движения там спойлерстве или работе на крем ну это это просто недостойно также как и неверно обвинять корреляционный совет в сливе протеста 6 потому вот эти взаимные обвинения сейчас как-то отравили в эту атмосферу и я даже склоняюсь к тому что может быть стоит экспертному совету прислушаться к очень достойного призыва организации белая лента они высоко оценили вот эти мотивы активистов сохранить шествия но они призывают подумать может быть что просто не запутывать людей отказаться от этого 5 и призвать всех разумеется это всегда призывал экспертный совет и я еще раз здесь призываю естественно идти на митинг 6 и лучшим вариантом было бы если все-таки мэрии корреляционный совет договорились и о 6 тогда вообще все вопросы не снимаются но и мы будем обсуждать это завтра на экспертном совете я моя точка зрения больше наша позиция была верная когда мы настаивали нашествие она была отражена и в решении корреляционного совета но наверное сейчас стоит отказаться от даты 5 просто чтобы максимальное число людей пришло 6 числа вы придете на митинг ну разумеется спасибо вам большое андрей андреевич за ответы на поставленные вопросы и так триумф чекистской воли состоялся что ответит на это оппозиция хотелось бы увидеть и триумф ее воли смотрите политвестник